Карантин выставкам не помеха. В Одессе открылся традиционный фестиваль гигантских китайских фонарей. В этом году тут представлено 20 разных локаций. Десятки светящихся животных украшают некогда скучный и совсем не популярный парк Ставицкого. Фигуры ручной работы. На их создание ушли месяцы. Инсталляции изготовлены из натурального шелка и LED-ламп. В парке можно увидеть таракотовую армию, великую китайскую стену, сычуаньскую оперу, персонажей древних китайских сказок и легенд, национальных животных и цветы, которые растут под небесной. Это выставка, которая до этого была в Лондоне, в Берлине, в сторонах Балтии. Ну, конечно, это китайская выставка, понятно, она была в Китае. И второй год это совершенно другая экспозиция, они разные, они не повторяются. Все эти фигуры украсили яркие фото отдыхающих, которые за время карантина соскучились под таким ивентом. Давно не было таких, можно где погулять без маски и вообще встретиться с друзьями. Очень понравились звери, ну, да, как мы с ребенком. Рыбки понравились, да. Рыбы вообще шикарные, да. Алеш, тебе кто больше всех понравился? Всех понравился. Пандочки. Для детей это будет очень интересно, очень развито, чтобы они познавали другие культуру других стран. В силу карантина в этом году обошлись без фаер-шоу, танцев и выступлений аниматоров в китайских костюмах. А несколько фудкортов – это максимум, на что могут рассчитывать любители вкусного досуга. Кроме того, на территории действуют некоторые ограничения. У нас, понятное дело, при входе делается скрининг температуры. Мы стараемся, конечно, у нас здесь более двух гектаров земли, стараемся контролировать переход людей на количество квадратного метра, как это положено. Ну, и, в принципе, масочный режим. Стоимость посещения выставки – 150 гривен. За ребенка придется заплатить 100. Каждый понедельник для людей льготной категории вход на выставку свободный. Отмечу, долгие годы парк Савицкого находится в запущенном состоянии. Это место в Малиновском районе облюбовали наркоманы и бродяги. Организаторы вспоминают, что во время подготовки к выставке с территории вывезли с десяток грузовиков мусора. Заброшенная зеленая зона вокруг прудов, наконец, засияла новыми красками. В прямом смысле этого слова. Нарина Щегова, Константин Нечерет, телеканал «Репортер». Продолжение следует...